Дорогие друзья, я вам сегодня хочу рассказать об одной эве, которая очень редко встречается в наших садах, а зря. Ива ледебура, небольшое деревце, высота 3-5 метров. Интересно тем, что у нее совершенно необычный, очень светлый цвет, причем очень светлого цвета и побеги, однолетний, двухлетний особенно, и листочки с таким сероватым восковым налетом. У Ивы очень много побегов, поэтому создают, знаете, такую очень ажурную крону, очень ажурное светлое пятно в ландшафтном дизайне. Ива интересна тем, что она очень устойчивая. Вообще ГБС дает ей зону зимостойкости 1, она переносит жизнь на разных почвах, переносит временное затопление весной, переносит засушливые периоды, растет на солончаковых почвах, растет на галичнике. Я ее видела на Алтае, в природе, в самых неблагоприятных условиях, одно из самых выносливых растений. Единственное но, ей нужно много солнца, в тени она не будет такой красивой, в тени она не будет себя чувствовать столь вольготно. Очень эффектно эта ива будет смотреться в садах на фоне, скажем, мощной зелени хвойников, или на фоне других древесных растений с темной корой, с ярко-зелеными листьями. То есть, знаете, это такое нежнейшее, светлейшее пятно в вашем саду. У Ивали де Бура есть две формы. Одна форма пирамидалис, это растение перед вами, как видите, все побеги растут четко вверх. И есть еще одна форма, форма пендула или форма курайская. Ива Ли де Бура форма курайская, форма пендула это синонимы. Еще есть один синоним у этой формы Ива Ли де Бура, снежный шар. У нее более широкая, более раскидистая крона и все побеги слегка плачут. Вот такое замечательное дерево. Я надеюсь, оно вам понравится. Оно есть в нашем питомнике во всех его отделениях в больших и маленьких размерах. сажайте себя в садах. Я уверена, это будет надежный и добрый друг вам на долгие годы.